Так, меня слышно или не слышно? Есть звук? Раз, два, три. Слышно? Ну, когда громче, говорю, да, слышно. Окей, так, собственно, я Услан Ибергимов, разработчик из Object Style. Большинство меня знает тут. Собственно, как вы уже поняли, я буду рассказывать про Ketor или Ktor. И, ну, у меня такой доклад, да, вошли-вышли в приключение 30 минут. Собственно, Ktor, он написанный, фреймворк написан на Kotlin, поддерживает написание синхронных тестированных приложений и, собственно, презенирует себя как фреймворк для написания так называемых connected systems. Это, наверное, для вас новое понятие. Я потом чуть позже объясню, что, наверное, имели в виду в JetBrains. Но, в принципе, на сегодняшний день это скорее фреймворк для написания микросервисов. И я, опять же, дальше покажу, почему это так. Когда вот мы говорим фреймворк, да, написание микросервисов, то, что вспоминает. Вот у кого какие мысли. Бутик, отлично. Что еще? Spring Boot, наверное, да, там. Что-то еще можете назвать? Ну, мне просто интересно, можете с места говорить. Jetty, окей. А? Ака, ну, вполне, да. Ну, окей. У меня немножко другие варианты. У меня есть там Spring Boot, Boutique, DropVisor, Spark, SparkJava, это не тот, который про Big Data, и Vertex. Ну, давайте сравним. Ну, для меня очевидно, что самый красивый логотип у Boutique. Как бы, ну, тут, ну, в Кторе, видимо, вообще не заморачивались, и у них вот такая вот странная, странные квадратики, прямоугольнички. Ну, как бы, а если серьезно, как можно сравнивать? Ну, можно сравнить, например, на чем можно писать с Kotlin, да. Ну, Ктор на Kotlin, значит, на нем можно. У нас есть вот эти все на Java. Ну, Java, значит, можно. Ну, почему нет? Ну, и так и есть. Но при всем этом, то есть Ктор на Kotlin, и вот эти все фреймворки библиотеки имеют тоже поддержку Kotlin. То есть у них есть специальные либо библиотеки, либо они включили в Core какую-то функциональность, которая позволяет удобнее и проще писать приложение с Kotlin. Ну, то есть тут какой-то паритет. Асинхронный, да. Ну, Spring асинхронный, потому что есть WebFlags, сервисы 3.0 не считают настоящей асинхронщиной, там, BK есть на Dart. А то у Spark, у Spark ничего нет, у Derivisor ничего нет, и у Vertex, ну, он как бы самый мэндрайвен. То есть вот эти асинхронные и этот асинхронные, ну, какая разница. Есть потом карутины в Kotlin, да, и как бы… А тут, получается, нет, у нас есть асинхронщина. Мы, конечно, можем завернуть там фьючер в карутины, это все классно, но как бы из коробки поддерживается только карутины только в Vertex. И получается, опять же, то есть у Ктора ничего нет такого, что есть у этих фреймворков. Ну, кроме одной вещи. На самом деле, Ктор планируется запускать на разных платформах, на разных клиентах. То есть идея какая? У нас есть наш стандартный Java backend, мы можем использовать Ктор с ним, понятное дело. У нас есть Linux backend, и мы можем скомпилировать с Kotlin Native, Ктор, и писать приложение под нативную платформу, там чисто под Linux, под какие-то embedded системы. И теоретически, я не знаю, планируется, но это вполне осуществимо, взять Node.js и написать на Кторе приложение под Node.js, если вам зачем-то это хочется. То есть мы можем писать какие-то бэкенды на Кторе, и мы можем писать клиенты. Мы можем писать клиент под Android, мы можем написать клиент под iOS, потому что у нас есть Kotlin Native, мы можем писать клиент под браузер, потому что есть Kotlin.js, ну понятно, у нас есть Java клиент, это какой-то может быть Desktop, может быть какой-то еще сервер, и у нас есть OIT, куда мы можем в Kotlin Native впихнуть и написать клиент. То есть в целом идея такая, что мы будем писать все на одном фреймворке, будем шарить данные, у нас будет TypeSafe API под разные платформы. Поэтому, собственно, они говорят connected systems, то есть мы хотим на Кторе соединять все, что можно. Но на текущий момент в Торе реализованы только Java backend и Java клиент. То есть, ну понятно, можно использовать Panodroid, но как бы в принципе, я не знаю, кто-то будет его использовать по Android, на текущем это не будет, но вот если у вас есть Java desktop, либо Java какой-то backend, который делает запросы, либо вы просто пишете backend, вы можете использовать Ктор. Поэтому на текущий момент это не connected systems, а просто microservices. Ну, как любое написание, любой доклад про фреймворки начинается с Hello World. Но если Hello World для Spring Boot имеет мало смысла, потому что там есть хорошая полная документация, где все-все-все описано, то Hello World для библиотеки, которая еще не достигла версии 0.1, ну он как бы имеет чуть больше смысла, потому что там нет хорошей документации, понятное дело, и потому что это позволит ему набрать какую-то массу. Я надеюсь, что кто-то из вас придет домой и после этого доклада попробует что-то написать на Кторе, либо вот посмотрит и такой запомнит, ага, когда мне надо будет какой-то написать там проектик, маленькие бэкэндики, я попробую, может быть, Ктор. То есть как бы заенгиджить вас, у меня такая цель. Соответственно, с чего начинается проект? Это с простейшего гридла. Мы подключаем Kotlin плагин, включаем корутины и добавляем зависимости на репозитории с библиотечками, которые нам нужны. И, соответственно, основное, как бы, то, ради чего мы собирались, это подключить Tor-сервер. В данном случае это Tor-сервер на базе Netty. Собственно, все. Теперь мы можем писать наш простейший main. Берем Kotlin main, добавляем то, что мы хотим в этом месте создать embedded-сервер на 88-м порту и в качестве бэкэнда, как бы, к этому серверу у нас будет Netty. Потом мы говорим, что мы хотим какой-то роутинг и, ну, в простейшем случае, когда у нас идет запрос, get-запрос на рутовый уровень, мы возвращаем какой-то текст и сеттим контент-тайп. То есть, в принципе, как бы все понятно. И, получается, Tor поддерживает корутины. В чем это выражается? То, что вот в этом, в баде, хендлером вы можете использовать корутины. Вы можете использовать асинхронные запросы, базу, куда угодно. И там в Kotlin X корутины полностью вот тут вы можете использовать. То есть, вся мощь доступна. Если мы вернемся обратно и посмотрим вообще, вот что мы делали, мы увидим, что мы создали embedded-сервер и внутрь мы передаем application. То есть, внутри этого скопа у нас this – это application. То есть, мы создали новый экземпляр вот этим, как бы, этим вызовом. И теперь мы его как-то настраиваем. То есть, мы там на самом деле на application вызываем this routing. Что же происходит, да? На самом деле вот этот application, который мы используем, это какой-то pipeline, который мы строим. Ну, на самом деле там, да, несколько pipeline. Ну, и как бы, я думаю, все знакомы, ну, вообще, на всякий случай, pipeline, да? То есть, у нас pipeline представляет собой какой-то там набор экшенов, который мы выполняем над каким-то объектом. То есть, у нас есть application call. Это в кторе, это, соответственно, объект, в котором находится request, response. И мы можем над ним делать какие-то экшены. Соответственно, ну, в таком примере, в таком виде он не очень полезен. Поэтому… А, да. Ну, соответственно, вот эти экшены, это называется… В терминологии ктора – интерцепторы. Но в таком примере он не очень полезен. Поэтому нам нужны, соответственно, какие-то… То есть, введены были какие-то фазы. Есть в стандартном pipeline есть три фазы. Это infrastructure, call, fallback. Инфраструкция – это обычно то, что мы делаем до обработки самого запроса. Например, мы просетим session, ну, возьмем кулку, там, достанем session ID, достанем сессию, достанем юзера, положим куда-то в контекст, либо, не знаю, там, проверим, что у нас, в принципе, есть header какой-то, и в зависимости от этого там что-то сделаем, либо вообще вернемся, скажем, что нет, мы этот запрос не будем обрабатывать. А call, соответственно, в call мы работаем уже с самим запросом туда вот, соответственно, когда мы делаем routing, вот сам get этот, это как бы часть call. И fallback стадия – это фаза, когда у нас какой-то запрос прошел через весь этот pipeline, но никак не обработался, то есть call его не обработал, значит, мы какой-то fallback можем сделать. Ну, понятный очевидный пример – это сделать session 404 в этой фазе. На самом деле количество этих фаз не ограничено, но вы можете добавлять свои в любое место. То есть вы можете добавить до инфраструктуры, там, после инфраструктуры, то есть в любое место вы можете вставить дополнительные свои фазы. Таким образом вы конфигурируете application. Ну, и мне это очень сильно напоминает, в принципе, сам саму архитектурнете, когда у вас есть channel pipeline, у вас приходят какие-то данные, вы выкидываете их через набор хендлеров, тут у вас какой-то обработчик, и, соответственно, обратно вы также возвращаете. То есть достаточно, по-моему, похоже. И второй пример, наверное, похожести – это стандартный сервер API, когда у вас приходит реквест, проходит через серию фильтров, и вот эти фильтры, ну, как бы и плюс вот эта завершающая стадия, где вы там, ну, да, диспатч у вас, нет, диспатч у вас все лет делал там, ну, неважно. То есть вот эти фильтры, скорее всего, очень похожи на интерцепторы в Tori. Как я говорил, application – это как бы не один pipeline, а набор. То есть то, что я сейчас показывал с тремя фазами – это application call pipeline, плюс есть еще два pipeline, которые один отвечает за получение данных, второй – за отдачу данных, и каждый из них работает, соответственно, с различными сущностями, там доступны, например, тут доступен контент входящий, а тут доступен выходящий контент, ну, который вы хотите, который вы отдаете, который вы, соответственно, получаете. Ну, я думаю, более-менее с тем, что такое application мы разобрались, и давайте вот разберемся, что же происходит, когда мы вот тут вот делаем, вызываем на application extension функцию routing. На самом деле, когда мы тут делаем routing, мы вызываем интерцептор и как-то интерцептаем какие-то внутренности ктора. Для более простого примера я приведу вот такой простенький интерцептор. То есть смотрите, что я делаю. Я добавляю интерцептор вот в эту фазу, в структуре фазу, то есть до выполнения самого запроса, и получаю из колла, колл – это у меня application call, получаю реквест, из него достаю хидеры, и для каждого хидера я просто его вывожу. То есть последний интерцептор, когда я его добавляю в начало своего приложения, на каждый приходящий запрос он будет выводить хидеры, ну, в HTTP хидеры, которые у меня были. А, да, извиняюсь, тут можно было вот так вот сделать, да. То есть я добавляю интерцептор, и, соответственно, какая-то логика происходит, когда у меня ведет колл. И колл – это, соответственно, application call. И про application call. Сам вот этот application call, он содержит, соответственно, request response, куда мы можем… в response мы можем что-то писать, и в request мы обычно что-то берем. И атрибут с атрибутом вы можете считать, что такая мапа, типа контекста, куда вы можете положить текущую сессию, там, юзера, не знаю, exception, распаршенную форму. То есть какая-то мапка, которая бегает вместе с… ну, внутри application call, и куда вы можете класть какие-то данные, чтобы доставать там в других фазах, либо в других фазах других интерцепторов. Смотрите, то есть что произошло. Еще раз. В целом у нас есть application, да. Он, на самом деле, это application call pipeline. Мы взяли application call, прогнали через все эти фазы. И в каждую фазу у нас есть какой-то набор интерцепторов. И как бы вот вы видели, да, я писал интерцептор. На самом деле, ну, как бы это же неудобно так писать, кажется, интерцептор. И поэтому в Kotlin есть такое… введено такая абстракция, такой концепт, как фича. То есть фича – это вот может быть роутинг, то, что вы видели, это может быть идентификация. То есть вот это все и много всего другого – это может быть фича. То есть если вы возьмете к Tor, посмотрите вот этот класс, посмотрите всех его наследников. Это все фичи, которые там доступны в Story. То есть вы можете подключать их к библиотеке. То есть вот эта фича, да. То есть я подключаю фичу роутинг и как-то ее настраиваю. На самом деле, что происходит? То есть там, опять же, используется extension функция, которая на самом деле вызывает install, extension функцию. Функция install инсталирует вот этот роутинг, это фича, на application, то есть на вот этот pipeline. Вот. И, собственно, можно устанавливать фичи. Вот есть фичи, которые роутинг требует конфигурации. Вот эти фичи, например, они не требуют по умолчанию никакой конфигурации. У них какая-то есть конфигурация, которая достаточно… Default headers, он там представляет, проставляет какие-то хидеры. Ну, это примеры, как бы, фич. Проставляет какие-то хидеры в ответ, соответственно. А call logging, он логирует все запросы, которые пришли в роутинг. Или, в принципе, которые пришли, я вот не уверен. Соответственно, я думаю, концепт фичи вам понятен. И вот давайте мы перепишем вот этот интерцептор на фичи, чтобы нам было, как бы, удобнее его переиспользовать, чтобы мы его могли куда-то запаковать и между проектами реюзать. Ну, я вот написал, как бы, но тут ничего не видно. Естественно. Поэтому давайте пойдем по кускам. Первым делом я должен заимплементить application feature interface, куда я передаю различные параметры, типы, которые я буду использовать внутри. Configuration, сам pipeline идет и название моей фичи. Дальше мне надо заимплементить два метода. То есть первый – это как бы заверадить на самом деле property, а второй – заимплементить метод. Про первый нам не очень интересно. Мы перейдем сразу во второй. То есть метод install, который вызывается внутри. Что мы там делаем? Мы получаем конфигурацию какую-то, создаем вот эту instance фичи, которую вот тут вот. Туда передаем конфигурацию. И опять же на pipeline, то есть на наш вот этот call, мы добавляем интерцептор в эту же фазу и вызываем нашу новую созданную фичу. Соответственно, вызываем на ней метод log. И туда передаем call. Метод log выглядит так. То есть все то же самое. Но для того, чтобы показать более сложный пример, я добавил фильтрацию. То есть я теперь задаю список имен хидеров, которые мне не интересны. И когда я буду его использовать, я могу его не передать явно. Передать явно, точнее их. То есть сначала мы писали так. Теперь, в принципе, можно написать как-то вот так. Если вы захотите его сконфигурировать, то есть добавить эксклюзионы, хидеры, которые вы хотите видеть в логах, вы передаете сюда конфигурацию. Все. Это стандартная фича. И на фичах, в принципе, строится почти весь ктор. Аппликейшн и организация кода. Вот мы до этого момента писали наш аппликейшн, примерно так. Но если присмотреться, то что происходит? Мы создаем какой-то сервер и конфигурируем класс аппликейшн. Поэтому я буду прав технически, если я перепишу этот код вот так. То есть вот этот наш main. Окей. Это наш main, из которого я вынес кусок кода, засунул его в эксклюзион функция, которая вызывается на аппликейшн. И я в этой эксклюзион функции, соответственно, делаю все те же самые экшены над аппликейшн. Уже в самом main я создаю сервер и просто вызываю свою эксклюзион функцию, которая сконфигурирует текущий аппликейшн. То есть достаточно просто, простой такой рефакторинг, который помогает реализовать этот код. И еще что он помогает делать? Он помогает тестировать этот код. Теперь для того, чтобы протестировать сервер, только что написанный, я подключил еще одну библиотеку, которая предоставляет, соответственно, такой как бы мог сервер для тестирования. И, собственно, я вот написал такой тест. Ну, обычный G-юнит. Я сказал, что вместо вот тут embedded сервера я создаю тест аппликейшн и, опять же, ему передаю вот эту мою конфигурацию. Вот он и реализирует конфигурацию. То есть сам аппликейшн – это какой-то код, который выполняется над… ну, само приложение к Naktori – это какой-то код, который выполняется над аппликейшн. И все, что мне надо, как бы вот, я могу засунуть, в принципе, в одну функцию. Ну, там, простейший тест, который, когда я там позову get на root, то я проверю, что там код статус окей 200 и там что будет text and root. То есть тестирование делается просто. Самое главное, что когда я создаю этот сервер и делаю запросы, я не делаю реальных запросов в CTB. То есть мне там не остается куча лишних объектов. На самом деле я просто тестирую этот аппликейшн пайплайн. То есть у меня не идут реальные запросы там на локохост, на лбэк куда-то. То есть я просто делаю… виртуально тестирую пайплайн, то есть как бы его замокировав. И за счет этого скорость выполнения намного выше. Да, и я могу создать в параллеле такие кучи тестов запускать, потому что мне надо не выделять под мой сервер никакой порт, ничего. Я просто как бы тестирую свою логику. То есть это, ну, как бы, это в принципе, с одной стороны и интегрэйшн тест, потому что я тестирую все, но с другой стороны я не тестирую лишний, я не тестирую свой там реальный HTTP, который внутри Ктора. Вторая фича, которая нам позволяет делать этот рефакторинг, это автор-релод. В Куторе встроен автор-релод. И вот у меня есть этот же аппликейшн, который я вам показывал. Теперь я выношу конфигурацию в файл отдельный, аппликейшн.conf. Эта конфигурация написана на Хаконе. Хакон разрабатывается Lightband, компанией, которая поддерживает скалу. Это достаточно, ну, как бы, интересно, потому что JPEG не боится брать проекты, которые, как бы, не разрабатывают не сами. Такого уровня. Что-то интересное. Чтобы у меня работал в очи, я указываю, соответственно, имя модуля, который мне нужен. И вот этот вот аппликейшн, он указывает на мой класс. Вот на этот, точнее, метод. Вот на этот метод он указывает, ну, это как бы класс, путь, да, к моему аппликейшн. Соответственно, дальше я запускаю, ну, у меня уже мейна нету. И я использую мейн, который идет, скажем, с сервером. То есть для каждого сервера, который поддерживает Ктор, идет специальный мейн, который внутри будет делать всю логику, он загрузит туда этот конфиг, посмотрит на Watch, там создает специальный класс-лоудер, которым будет смотреть, как у меня меняются классы и перезагружать в аппликейшн. Это работает намного лучше, чем перезагрузка с помощью самой JVM, но хуже, чем JREBLE. Потому что JREBLE сохраняет состояние. Этот автори-релоуд, по сути, просто берет все классы, которые вы загрузили, выгружает их и загружает новые классы вот с этого entry point. На самом деле тут может быть, ну, по названию, я думаю, понятно, тут может быть несколько entry point, то есть вы можете скофигурировать ваши приложения из нескольких частей. Например, там каждая часть – это отдельный какой-то домен, ваш бизнес-домен. И, соответственно, посмотреть вообще, как это работает, вот тут можно. То есть там многое сложно объяснять, я не уверен, что я хорошо объясню и сам понимаю все до конца, поэтому если вам очень интересно, вы сюда заходите в этот классик, смотрите, как там вся эта магия реализована. Хотите демо? Посмотрите, как это работает. Да? Отлично. Тогда я сейчас сделаю этот mirror, чтобы я видел, что там происходит с вами. Вот. Да, включу presentation mode, чтобы вы видели, что происходит. Хорошо видно, да? Или еще побольше shift? Всем видно? Побольше? А кто знает? Нет, так оно не работает. Уверен. Font. Вот тут точно. А, подожди. Contra plus. Ну давай, не работает. Increase font. О, все. Я думаю, вот теперь хорошо видно, я думаю. Ну вот, смотрите, я что сделал. Как я вам показывал? Я создал extension функцию, модуль на duplication, в которой сказал, что процедами, пожалуйста, дефолтовые какие-то хитеры, логирую запросы, чтобы я видел их в консоли, и сказал, ну, стандартный routing, да? То есть теперь я могу, соответственно, это приложение запустить. А давайте я вам покажу, на самом деле, как выглядит, вместо того, чтобы просто запускать, как выглядит эта таска. Вот это after reload, и я запускаю вот этот main, который я, собственно, показывал. Окей. Так. Вот, соответственно, я запустил этот application. мы пишем, можно посмотреть, что Tor начал, вот он говорит, что он watching чего-то там. То есть это сразу как бы заметно, что, ну, вы увидите в логах, если вы неправильно настроили, там будет сказано, что, типа, в classpath ничего не найдено, чтобы watch'ить, поэтому я ничего не watch'у. В данном случае он что-то нашел, и теперь мы можем попробовать что-нибудь поменять. Ну, в простейшем случае я могу поменять, что меня на самом деле зовут Руслан. и, ну, как бы, теперь как это работает. А, давайте я сначала откачу. То есть это все должно быть так, как есть. Выйдем из этого и зайдем, посмотрим, что он что-то отдает. Там 80-80, кажется. Да, вот он отдает, я есть Groot. Отлично. Теперь я поменяю на Руслан, и он сам по себе ничего не сделает. Мне надо взять, делать build и rebuild project. Это выполняется очень быстро на самом деле. И теперь я могу сломать все. Я не знаю, что сделал. Нет, сейчас он появится, скорее всего. А, все, да. Это я перешел в TTY. Вот, и, соответственно, вот он. Да, Руслан, давайте еще раз, а то вы не поверите. Там я, наверное, нахачил, не показал вам, что я на самом деле перезапустил приложение. Сохраняю, перебил. Перебил живую. Так, надо научиться попадать на 9, а не на 6. Нет. Так, это должно спрятаться. Еще раз. Rebuild, ctrl, shift, 9. А я что нажимаю? А, ctrl, shift, f9. Все, вот он, пошел. Тут было, сейчас увидите. Так, Groot. Ладно, теперь давайте посложнее сделаем какой-нибудь Reload. Я, не знаю, там напишу какой-нибудь класс, типа, response provider, который мне сделает, ну, в котором будет функция, там, какая-то get, который мне вернет string. Response provider. Так, и теперь я вот тут вот его завязаю, создан instance и дерну get. Теперь я делаю опять Reload. Не путаю. Вот тут он сделался. И перезагружаю. Вот он. Все, работает. То есть как бы к тор, мы добавили дополнительный класс, вызвали другой метод, и это все сработало. Что не умеет делать GVM? Она не умеет делать вот так вот. Например, я добавлю в какой-нибудь интерфейс. ERP. Why not? Давай тут. И напишу опять же, вынесу эту функцию вообще сюда. И это будет ERP уже. То есть опять же, этот вызов остался, и у меня будет вызов дефолтного метода. Билджу, перехожу. Отлично. Вот у меня перезагрузка работает. То есть намного более advanced перезагрузка, чем самой GVM поддерживается. Что вот не работает, как работает, например, в Jirable, если я скажу, что у меня есть какой-то, скажем, каунтер. Нам хватит Atomic Integer. И вот тут вот буду этот каунтер увеличивать. Increment and get не нужен. Вот. Если я вот так сделаю, перезагружу, посмотрю. То есть вот у меня каунтер работает. Я опять же перебил живой проект, хотя этот класс никак не менялся. Соответственно, у меня, ну, каунтер сбрасывается, то есть он не сохраняет состояние, это как бы небольшое, ну, минус постоянен тем же GVM. Вот, собственно, так. Работает after reloading. Окей. Я показывал все на Netty. Оно абсолютно точно так же работает на JST и там Кэти. Плюс он, кто-то зачем-то поддерживает серверы 3, 3.0. Ну, наверное, кому-то это интересно. В общем-то, про серверы все. А теперь немножко поговорим про клиенты. Как я показывал, что он на самом деле, на которой может писать сервер клиент. Соответственно, я буду использовать Apache Client, еще и JST Client. Вот мой, опять же, аппликейшн. И, ну, я убрал весь другой код, чтобы он вас не смущал, и создал клиент. То есть я, опять же, как я делал embedded server, и туда передал какую-то конфигурацию, и там Netty. Также сам практически идентично я создаю клиента. То есть создаю клиента, передаю твою реализацию. И потом могу его использовать. Ну, то есть я говорю, клиент, там, сходи на localhost 8080, на текст и забери мне стрингу. И, соответственно, этот колл, он на самом деле синхронный, то есть там коррутинный, и как бы все хорошо. Но можно, соответственно, хочется есть и JSON, то внутри клиента тоже пайплайны, так же, как и в большом который аппликейшене, то есть там тот же самый принцип. Так же самое вот у нас есть фичи. И, соответственно, я включил вот этот JSON, JSON фичи, который, по-моему, Xeon использует по умолчанию. И теперь я могу уже сказать клиенту, что я хочу получить не стрингу, а хочу, чтобы ты мне дистрифтирувал. Он посмотрит на accept type, то есть что, точнее, когда он будет делать запрос, он скажет, я хочу accept JSON, ему должен к серверу джейсон, он сконвертирует этот JSON, соответственно, в стрингу. Ну, вот все отличия, добавил фичу и сказал уже, что мне теперь нужен юзер. Про клиент все, там как бы особо нечего рассказывать, потому что просто работает. Я про много не рассказал, то есть я показал вообще роутинг самый базовый, соответственно, там можно делать все эти экспансионы, можно хостить статик файлы. JSON я показал в клиенте, я не показал, как это делается в сервере, то есть вот это там первые четыре делается с помощью фич, то есть вы идете, смотрите, какая вам нужна фича, подключаете JSON, там, Jackson либо Xon на сервер, у вас начинает сервер, в сервере отдаете просто entity, ну, просто какой-то объект, и сервер, который вам его в JSON переведет, то есть там все просто на самом деле. Про OECD, ну, то есть если вы посмотрите все примеры Ктора, либо пытаетесь что-то написать, то есть те, кто привык писать за все на бинах на спингуте, скажет, типа, а что за фигня, как я тут себе в эти роуты заинжекчу свои любимые, свои любимые entity менеджеры, еще что-то, вот, ну, AC по стандарту нету в Кторе, есть пример к джусам, который мне не очень нравится, но, в принципе, вы сами можете свое приложение декомпозировать и сделать, но примера, к сожалению, нет, готового, может, я там напишу. Я не показал, что есть HTTP2, он как бы должен работать, я не показал веб-сокеты, и, например, если вы хотите добавить, там был Jet, Net, Tomcat, можно на самом деле легко добавить, относительно легко добавить с сервера, этот пример я тоже выкинул. В общем-то, что мы, а что я сегодня пытался вам сказать про то, что Ктор, это вот этот фреймворк для написания всех, для написания Connected Systems, когда мы все всем соединяем, то, что Application, на самом деле, это какой-то pipeline, в pipeline у нас есть интерцепторы, эти интерцепторы мы конфигурируем с помощью фич, у нас в Торе есть авторелоад, ну, чтобы разрабатывать, у нас есть возможность тестировать наш написанный код, и также у нас есть клиент, чтобы делать HTTP-запросы, ну, это то, что есть в Торе, понятное дело, вы можете использовать все те Java и кодные библиотеки, которые существуют. На этом у меня все, задавайте вопросы, у нас, кстати, за лучший вопрос будет книжечка от CyberSearch, от CyberFond, про блокчейн для бизнеса. Да, ну, смотрите, вопрос это то время, когда вы можете узнать о том, о чем я вам не рассказал, то есть о том, чего вы хотели узнать. Спасибо за доклад. Скажи, для логирования есть что-нибудь там? В смысле, ты имеешь в виду просто, просто как логировать? Да, да, да. Там используется с L4J, и если там в Spring Boot у тебя есть там какой-то application YAML, куда ты можешь прописать все логеры, там уровни логирования, аппендеры, то тут ты просто берешь свой XML-логбэк и фигачиваешь его в ClassPass. То есть тут ничего нет абсолютно для логирования с точки зрения вот SLFJ. Там есть метрики, единственное, что ну, как бы если вот чем-то, они близкие темы. То есть есть метрики в Куторе. Хорошо. Тогда, я так понимаю, ты показывал get-запрос, post-запрос, он будет просто функцией, и дальше можно передавать параметры, которые будут приниматься эта функция, да? В роутинге нет. Там есть такой модуль locations, и там ты можешь объявить объект, который будет принимать в себя какие-то данные. Он может быть, то есть если я помечу как nullable, он может приходить, может нет. Там все типизировано. Вот я про nullable не пробовал, но там очень классно то, что ты как бы объявляешь просто какой-то объект, типизируешь свой роут этим объектом, и у тебя в роуте доступно все, что ты как бы как-то типизировал. Скорее всего, но я думаю, что не nullable поддержали. Во всяком случае, если там внутри конвертируется на такой же джексон, то джексон nullable понимает, если вы включили джексон в Kotlin модуль. Ну и последний вопрос. Когда документация будет нормальная? Я не знаю. У них, кстати, появился вот буквально неделю назад специальный человек, который будет заниматься документацией. Возможно, он как раз появится. Все. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Скажи, пожалуйста, какая есть у этого фреймворка killer фича, которая бы заставила разработчиков отказаться от Spring Boot, от Play, может еще от каких-то фреймворков и использовать именно Tor? Ну вот как бы то, что я говорил, Connected Systems, если у вас вдруг есть такая цель, у вас есть, не знаю, какие-то IoT девайсы, у вас есть, вы хотите писать full stack на Kotlin, либо вы хотите, у вас там Android есть, и у вас есть backend, и вы… Ну то есть, по сравнению с Spring Boot, если вот просто взять Java, вот у вас Java на сервере, и там, и у вас как бы все, то нет, я не вижу killer фич, да, корротины ты можешь… Я же вначале вот это пытался донести, что killer фич у него как-то таких нет, у всех этих фреймворков примерно паритет, да, если ты знаешь Spring Boot, умеешь с ним работать, либо ты знаешь Play, там, Play 2 умеешь с ним работать, тебе не надо, ну, скорее всего, ты там, большого смысла брать, переписывать, срочно все на Tor нету. Если ты хочешь там новое приложение написать, ну, попробуй, возьми, посмотри, там, какие-то новые концепции, новые идеи подчешмешь. Ну, в смысле, я не про тебя, на ты, я в принципе говорю, можно попробовать взять, что еще, ну, то есть идея, основная killer фич, которую я вижу, это то, что можно будет этот клиент-сервер использовать под разные платформы, то, что нигде нету. Если это появится, будет хорошо работать, это будет killer фич, единственное, которое я вижу на сегодняшний момент. Спасибо. Спасибо за доклад. Хотел спросить, а можно ли там будет задавать роуты не централизованно где-то в одном месте, чтобы это не разрасталось все на какой-то гигантский файл, а вот больше как в Spring Boot и о том же, то есть ближе к месту исполнения. Да, то есть это то, о чем я говорил, когда я говорил про DI. Потому что на самом деле ты хочешь, чтобы у тебя типа роут это был там либо автодисковер был, да, как в DI, ну, как в Spring, либо хотя бы чтобы у тебя было какое-то количество, не знаю, там модули, какие-то отдельные файлы, где ты можешь задефинить роуты и подключить. По сути, так сейчас и есть. Ты можешь каждый, вот прям даже без DI, у тебя есть вот эти модули, ты можешь создать несколько модулей, и в каждом модуле прописать роуты, и потом в мейне ты просто эти модули раз-раз-раз подключил. Если ты хочешь, чтобы они там как-то автоматически discoverлись, соответственно, ты берешь этот каждый модуль, заворачиваешь какой-то бин там, либо в инжектор засовываешь, и, соответственно, инжектишь это в какой-то свой условно мейн, и в мейне берешь все, что ты инжектил, и апплаешь на аппликейшн, то есть, ну, как бы вызываешь эти все свои функции, которые будут как-то pipeline строить. То есть, это как бы up to you на самом деле. Да, так можно. А вот насчет как раз модулей, ты упомянул два раза их, не совсем четко понятно, то есть, модуль это просто здесь как extension функция, вот эта, которая передается, или оно ближе к модулем бутика, или оно ближе к модулем, как мы в Gradle понимаем. То есть, вот модуль это слово, здесь в этом контексте, что оно значит? Ну, короче, да, мне когда, когда поверняли этот доклад, мне тоже сказали, объясните, ну, когда будешь говорить модуль, типа объясни, что это. Ну, на самом деле, как бы модули, вот они, это функции, да, которые как-то работают с аппликейшном. То есть, ты как-то там добавляешь фичи, добавляешь роут, и конфигурируешь фичи. То есть, это по сути, какие-то, в принципе, ну, как я вижу, как они сейчас в Торе представлены со стороны наблюдателя, это просто какие-то функции, твое. То есть, типа сет конфигурации такой. Ну, как бы да. То есть, в одном модуле ты можешь там два роута прописать, в втором модуле два роута, потом ты там еще в третьем модуле настроил, например, джейсон, потом все эти модули соединил, в мейне руками, либо в конфиге прописал там через запятую вот эти три стринги. У тебя получилось как бы приложение, у тебя все модули вот эти вот подключились, загрузились и работают. Ну, более-менее понятно. Ну, и последний тогда вопрос. Вот много про connected systems сказано. Ну, системы же бывают связаны не только наружу, да, но и внутри. И внутри не всегда хочется использовать какой-нибудь с HTTP тот же, а иногда какой-нибудь бинарный протокол, типа срифта или буферы, типа протобафа. Я не уверен, как там с этим. То есть, да, я понял. То есть, я не уверен на самом деле. Вот application call, по идее, как бы, я, ну, то есть, возможно, application call вообще на самом деле, скорее всего, не привязан к HTTP протоколу. То есть, вот этот класс, который ты, на котором ты работаешь, по идее, это может быть любая ерунда. И туда, и внутри, возможно, даже будет там, ты можешь протобаф использовать, что угодно сказать. Это сам, наверное, фреймворк должен, сам фреймворк должен поддерживать. если все будет типа фича. То есть, ты добавишь специальную фичу, которая типа, ну, я вот не пробовал, но я подозреваю, что так должно работать. Ты можешь писать фичу протобаф. Внутри ты будешь, вместо того, чтобы, у тебя есть incoming content, соответственно, вместо того, чтобы вычитывать оттуда байты, преобразовывать стрингу, ты будешь вычитывать оттуда байты и через портобаф десериалайзер доставать оттуда свой объект и положишь этот объект в application call и скажешь, что типа все, хватит, я типа обработал, дальше по pipeline, ну, дальше в фазе, пожалуйста, ничего не делайте, я вот типа сделаю все, что надо. Но как бы приоритетный способ все равно пока HTTP, ну, который вот из коробки. Ну, в смысле, который сейчас есть в примерах хотя бы документирован, это только HTTP. HTTP 2 и веб сокеты. Надо будет смотреть в будущее, потому что иногда не только HTTP хочется. Спасибо. Я еще. А вот классный фреймворк, они еще его показали на конференции, то есть что он там работал, все, а вот как с его поддержкой, пользуется ли им кто-то, вот кроме самой JetBrains и вот тот же Stack Overflow, можно ли там какие-то ответы найти? Кто показывал? Где показывали? JetBrains, на Kotlin.com. Они же показали, они же писали клиент для Kotlin.com. Слушай, я не видел. Они говорили, что бэкендом, они какие-то орзы в зале, все. Я почему-то не посмотрел на этот доклад. Не, не, они говорили, они даже сорцы его выложили, то есть там они выложили. Не, они выложили, а, они пример выложили, но они, по-моему, не было доклада на самом Котске. Нет, доклада не делали, но они, я имею в виду, что они упоминали. Да, ну это я, по-моему, видел, да. Я не знаю, кто использовать, ну как бы, надо смотреть. Ну а из каких источников ты информацию искал для доклада? Из сорцов. То есть, грубо говоря, сейчас пока это только официальный сайт и сорцы. Ну там на официальном сайте на самом деле не так мало информации, как там, ну очень много информации с официальным сайта, кто раль-о тут было. Ну в сентябре, кроме как main page, там мало чего было. Ну там очень много типа common soon, common soon, там ничего нету. Ну там вот, да, там вот 99% сайта было вот common soon. Так, а где тут отключить? А, где? Вот. Соответственно, если, ну чисто для примера, вот вы заходите на Ktor.io, нажимаете на advanced, какой-нибудь, нет, advanced будет еще, да? Ну вот engines типа. Опа, документация. Вот, ну я не знаю, кто из, ну как бы, я не знаю людей, которые, я знаю вот в чате там допустим несколько человек есть, которые говорят, вот Ktor классно, я типа вот как-то юзаю, но я не знаю, где они юзают, как юзают. Но они знают, что он классный, да? Я конкретно, я сейчас начал писать нашу инфраструктуру для сообщества, типа там календарик, форму регистрации на Ktor.io, ну типа чтобы просто поиграться. Нет, ну больше интересно именно вот о таких production проектах. То есть Kotlin в свое время в принципе начинался с таким же примерно, то есть тоже, то есть был плохо документирован, но довольно быстро пошел в сообщество и прочее. То есть здесь как бы у него есть такие очень сильные соперники на фоне, и вот поэтому интересно вот как он сейчас, то есть кто-то кого-то он заинтересовать уже смог или нет. Ну вот такие громкие статей, вообще про него нет ни докладов на конференциях, ни каких-то постов особо. На ютубе там какое-то одно видео нашел, когда готовился. Ну хотя бы снять, типа по что люди рассказывают, там вообще вот что интересно, новое, знаю. Но вообще ничего, никакой информации нету, поэтому. Хорошо, спасибо. Так, окей, мне сейчас надо… В принципе все? Да. Нужно выбрать человека. Вот который спросил в киллер фича, я как бы пытался весь доклад это объяснить. Выходите к нам за подарок. Пусть человек выйдет на сцену, пусть его заснимут. Я ему передам. Все. Все. Ботчейн. Распатывать. Майку. Майку, майку. А там, понимаешь, все остальные это свои люди были. Обойдутся. Ладно, Владу можно майку дать на самом деле, потому что он действительно хороший вопрос задал. Потом размер дать и подберем. Все. Спасибо большое, Руслан, за доклад. Еще раз давайте поблагодарим. Ребята, честно.